Всем добрый день! Подготовку гнезд к зимовке и обеспечение кормами я начинаю после медосбора. После откачки меда я начинаю кормить пчел. Сироп у меня состоит из двух частей меда и кипяченой воды. Развожу и вливаю вот в такую кормушку. Эти кормушки соорудил папа. В них убирается 4 литра сиропа, но я целую кормушку не наливаю, где-то литр 3. И сюда еще кладу вот такой поплавок, чтобы пчелы не тонули. Кормлю я 4 дня подряд. Затем обрабатываю семьи от вратозы. Для обработки я беру бипин, московский препарат, 2 мл на 1 литр жидкости. И прохожу по улочкам. Где-то 2 мл у меня уходит на каждую улочку. Ну, иногда и пластины беру для обработки, но они мне не очень нравятся. Через 2-3 недели после откачки проводят окончательную сборку гнезд. Откладывать сборку гнезд на позднее время не следует, потому что пчелы должны сами в своем гнезде навести порядок. На день осенней ревизии сильная семья должна иметь не менее 9 улочек. Средняя не менее 8, а слабая не менее 6 улочек. Улочки – это расстояние между рамками. Расстояние улочек 1,5-2 см. Но я не мерила, но вот чтобы палец проходил между рамками. Итак, мы начинаем собирать гнездо на зиму. В середине гнезда могут оказаться перговые рамки. Для зимы они не нужны. Мы их убираем на край улья. В середине гнезда остаются рамки, которые имеют не менее 1,5 кг меда. Можно рассчитать мед. Если 1 квадратный дециметр – это 10 на 10 см. И рамка, полная медом со всех сторон, это будет примерно где-то 300 грамм. В каждой семье нужно оставлять по 20-25 кг меда. Нельзя с осени в центре гнезда оставлять рамки, полные меда. Потому что это рамки для зимовки очень холодные. И пчелы будут висеть внизу рамки или уйдут на край. Они будут зимовать на тех рамках, где вышла молодая пчела. Когда весь расплод молодая пчела выйдет, пчелы на этих рамках будут зимовать. Это самые теплые рамки гнезда. Осенью пчелы очень много вносят прополиса. Они заклеивают все щели, леток, чтобы им было теплее. Прополис это антибактериальное вещество, которое ни в коем случае нельзя убирать с рамок, которые находятся в гнезде. Для начинающих пчеловодок я хочу показать, какой настоящий прополис. Он темный. Вот на этой рамке можно увидеть. Жесткий такой. А запах шикарный. В конце декабря я их вот таким фонодоскопом прослушиваю. Тепло здесь. Хорошо, тепло. По краям улья я кладу утеплитель. Сейчас нас зажалит. А поперек рамок я положила такие речки, чтобы они с одной рамки переходили на другую. Вот они. Верхний леток я закрываю полностью, а нижний где-то 2-3 см оставляю. Закрываю решеточкой, чтобы мыши не пролезли и все, оставляю их зимовать. Если сильный ветер зимой, то я закрываю вот такой железной или просто доской от ветра, чтобы сильный ветер не попадал через леток в улей. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч.